Ну, здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский в передаче «Беседы с мастерами» и сегодня мы в гостях у Славы Каушана в Нью-Йорке. Интересная история знакомства моя со Славой, потому что Слава когда-то был работодателем моей жены Тани. И о Тане я слышал много лет подряд об каком-то очень умном парне Славе, на которого она когда-то работала, которая всегда восхищалась, которая теперь живет в Нью-Йорке. Когда мы в прошлом месяце были в Нью-Йорке, у нас появилась эта возможность со Славой встретиться лично, а сегодня еще и взять интервью у Славы и узнать, как этот успешный предприниматель из Украины, из Киева, покоряет Америку уже последние пять лет. Спасибо, Слава, за то, что согласился, пригласил нас к себе, Слава. Сам позаботился о месте, где взять интервью. Мы думали где-нибудь на улице. Встретимся, возьмем короткое интервью. Слава сам со своей стороны, это тоже меня очень сильно потрясло и удивило. Как тебе удается, Слава? Я, кстати, очень много, точнее, я очень мало людей встречал, которые, сидя там в Украине, могли работать на американском рынке. Это то, что Слава делал. И проект, с которого все начиналось, или масштабный проект all-women-talk.com, сайт для женщин, ну а сейчас больше в искусственный интеллект. Да, наверное, тяго к знаниям. Тяго к знаниям у нас основное. Что у нас поменяло, что меня поменяло, знаю, мои мозги в Украине, это книжки, которые заказывал с Амазона, они шли тогда по два-три месяца. И я, как я помню, первую книжку я читал, это был Ray Magin книжка. Я читал первую страницу где-то дня два, потому что я не знал слов. Я просто с этим большим словом читал, 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 дня два читал. До конца книжки я уже читал где-то каждую страницу, там, да, полчаса, например. И потом начинал все эти книжки, которые я заказывал, они проходили очень долго, очень дорого, но они мне поменяли. Я встречал в своей жизни буквально несколько человек, которые меня восхищали всегда, сидя в Украине, осваивать американский рынок. Что должно происходить в голове у человека, который, сидя в Украине, на отшибе цивилизации, грубо говоря, и тем более ты же начал лет когда уже, 15 назад, наверное. Да, это 12 лет назад. 12 лет назад. Откуда такая наглость? Сидя в Украине, захватывать американский рынок на английском языке дистанционно. Знаешь, не знаю, не знаю, как-то, наверное, чуть повлияло окружение. Я тогда, когда начал свою карьеру, я больше работал с украинцами, и потом мне наняли на работу американская компания. Американцы, которые сами украинцы, но вернулись сюда, молодые парни. Сюда, в смысле туда, в Украину. Да, в Украину вернулась. И я видел, как бы, нормальные люди, они делают что-то масштабное. Почему я не могу делать? Если они приехали, что делают у нас, почему я не могу делать там? Начал пробовать, пробовать, пробовать. Много ошибок, много сделал экшенов, да, много действий, и без этого получилось. То есть я много делал очень ошибок до того, что-то получилось, да, по проекту. Ты говоришь про ошибки. И, находясь сейчас в Америке, находясь сейчас в Нью-Йорке, живя прямо в сердце Манхэттена, что ты видишь, какие ошибки совершают украинские, российские, белорусские, казахские предприниматели, и которые пытаются здесь работать, и которые пытаются там работать. Масштаб. Их хватает масштаба. Масштаба личности. Не личности, а даже целей. То есть я вижу, что практически все имеют, хотят сделать вот такую, когда возможности такие, и все, все, кто хочет идти на работу, всех, кто хочет инвестировать, всех, кто хочет помогать, они хотят помогать большим идеям. Все они хотят помогать мелким идеям. То есть для того, чтобы привлечь серьезные инвестиции в себя, в свой бизнес, должна быть идея, и желание, и амбиция большая, а не на уровне маленького городка или даже одной страны, как Украина. Да. Наверное, должен быть для себя личный вакуум. Если ты ставишь перед собой большую задачу, там, не знаю, 10 миллиардов, то тебе сразу окей, надо поджаться и что-то... Надо почитать книжку, надо найти людей, надо найти сферу, надо найти много чего, чтобы... Если ты делаешь в зоне комфорта, ты не растешь. Как ты для себя ставишь цель? У тебя была цель All Women Poll, которую ты, в принципе, уже достиг, для тебя здесь роста нет, я так понимаю, да? Он есть, просто в другой фазе. И теперь у тебя новая цель, связанная с искусственным интеллектом. Как ты для себя ставишь цель? Когда у тебя приходит цель, связанная с недвижимостью, и соединись с искусственным интеллектом. Это больше как бы просто технология, как... Это бизнес-цель, и она основана Blue Ocean. Да, да, как выделиться в океане. Да, то есть как бы... Идея в том, что соединить две сферы, которые еще не были соединены, они большие должны и перспективные. То есть, реал-эстейт здесь очень большой. Искусственный интеллект очень быстро развивается. То есть, стабильный такой старый большой реал-эстейт, соединить с чем-то очень быстрым, оно однозначно делает такую искру, которая... Я помню, я на поре как-то натолкнулся на ответ жены Илона Маска, бывшей жены, которая как раз говорила о том, что для того, чтобы создать что-то успешное, влияющее, процветающее, это должно быть, как правило, стыки двух разных дисциплин. Со стыками я понял. А с масштабом? Когда ты думаешь про недвижимость, например, работая в Нью-Йорке, как ты видишь цель? Ты видишь себя через год, через пять, через десять, через двадцать, через пятьдесят лет? Это как ты для себя... Ты вообще представляешь достижение целей? Мечтаешь, визуализируешь? Да, абсолютно. Есть как бы очень длинные цели до 70-80 лет. Это больше семейные цели, какие-то финансовые, но они... Финансовые цели все-таки на следующие двадцать лет. И после двадцати лет... Про семейные цели мы уже слышали, в прошлый раз когда встречаюсь, у Славы трое детей сейчас. Четверо. Четверо детей, и у тебя цель семь. Семь. Семеро детей. Вот так вот. Про, между прочим, состроить бизнес на весь мир. Слава еще по ходу и цели. Я вообще, конечно, впечатленно подвесил. Сейчас как раз и вот... У меня, наверное, большая проблема сбалансировать семья и цели, и бизнес, и все остальное. И как тебе удается? Организация. Организация. Мне плохо это удавалось, это удавалось последние где-то четыре года. Так, я увидел, что были провалы по семейным делам и по бизнесу, потому что постоянный стресс был. Когда я начал планировать намного лучше, то есть баланс планирования вырвался, нету стресса, ты знаешь, что делать с детьми, ты знаешь, что делать в бизнесе. Сколько времени ты занимаешься с детьми в день? Вот, трех часов. До трех часов. Но когда ты с детьми гуляешь по центральному парку, ты о работе думаешь в этот момент? Думаю, но мало. Потому что мы, в общем-то, если мы гуляем с детьми, дети занимаются своими делами, мы к ним не лезем. То есть, если они занимаются, ты можешь сидеть с компьютером рядом или ты посвящен? Я никогда не сижу с компьютером, никогда не сижу с телефоном. Я стараюсь ни с кем не разговаривать, даже с женой. То есть, я с детьми, но я им не мешаю, они, в общем-то, занимаются своими делами втроем. То есть, ты можешь просто сидеть три часа на них смотреть, и если они тебя сами не дергают, ты их не трогаешь? Я не сижу три часа подряд, это с утра. Я просыпаюсь с утра с ними, потом ужин с ними, и в обед у нас с ними тоже время. Можешь рассказать обычному российскому, украинскому, белорусскому, казахскому и так далее предпринимателю, который сидит сейчас у себя где-то в Алма-Ате, в Москве, в Санкт-Петербурге, как проходит жизнь обычного нью-йоркского бизнесмена? С утра и до вечера так вкратце, как это выглядит? Смотрите, в 6 часов, в 6.30 подъем. Это овсянка с детьми, зарядка, завтрак, дети уходят в школу, сейчас они начнут пешком ходить в школу, полторы мили, это два с половиной километра, они проходят в школу пешком. Сами или с мамой? Нет, с мамой. Они с мамой идут в школу, потом моя задача их забрать в 12 часов дня, я их забираю со школы, это период, пока они в школе, в 12 часов я работаю. Это мои рабочие встречи, и основное рабочее время такое первое. Я их забираю, у нас с ними обед, и меб обязательно, это как днем все спят. Вы днем спите? Все днем спят. Они днем, Кершу, Гнам, Манхэттене, но правда на 60-м плюс этаже, это наверное там шума у вас особо и нету. Ну есть, но нормально. Днем они спят. Я знаю, Риана Хакфинтон, которая тоже в Нью-Йорке, Хакфинтон пост, которую я создала, она большой проповедник сна и важности сна. Вау, это может быть очень большой секрет. Да, и многие там, Винстон Черчилл был на Рокфеллер, постоянно у него был дневной сон. Ты как бы разбираешь с продуктивностью, это 2 дня в сутках получается, потому что это у тебя 2 утра. За утро это супер, фреш супер. Серьезно. Абсолютно. Попробуйте. А как ты себя заставишь? А как ты себя заставишь? Как правильно спать днем? Во сколько нужно ложиться, как себя заставить и как проснуться в обык, и не прослать до следующего утра? Как просто заволить, это завести детей, а не просыпать. А как детей заставить, когда вы спать? И они все, они же разного возраста. Да, ну, и мне получается, я нашел форму сна для себя через это упражнение, как и книжка о концентрации. Чтобы конституции, ты должен лежать и там фокусироваться в своем теле. Если ты лежишь и фокусируешься на тени, двигаешься, то вообще засыпаешь. И дети это тоже делают? Да, мне просто нужно на детей, например, лежать за руки, или их обнять, не держать. То есть вы ложитесь в одной большой кровати, что ли? Серьезно? Да, мы смеемся. Вау, вот это семья. Да, и пацаны спят замечательно. А у тебя все пацаны? У меня дочка и... Ким, дочь и две пацаны. Вау, это очень интересно. И со скольки до скольки у вас сон? Он сейчас у нас, получается, где-то с часу 30 до 2.30. А, то есть один час сегодня? Да. Я что-то подумал, два часа возьмем. Нет. Один час? Они считают час, я где-то полчаса, а я больше как бы читаю. Они засыпают, я могу клюкнуть тоже зачастую и потом читают книжки просто. Один час? Один час еще в 5-30 часа. А потом отрицали подъем, у них там, у них уже была программа, у меня такая программа будет вести в 5 часов уже. В 5.30 он заканчивается, а в 6 часов они будут спать. Дети ложатся спать в 6 часов? Да. И просыпаются в 6.30? Да. То есть они спят в 12 часов еще ночью? Да, да. Ну, они как бы, посмотрите, они идут в 6 ложиться, они засыпают реально в 7-15. То есть это все, весь процесс занимает там... Я даже не знаю, чтобы слава больше эксперт, то, как детей воспитывать или то, как бизнес-то не сверстывать. У нас действительно были проблемы большие, и мы много от чего попали, много консультировались, много искали ответов. И сейчас, когда нашли баланс с детьми, это все меняет, потому что намного спокойнее, у тебя на сердце спокойно, ты можешь думать о работе, можешь фокусироваться, чтобы ты работал. Отношения в семье лучше, с женой, с детьми... Это очень интересно, потому что я сколько встречал многодетных, три больше, это уже многодетных, все обычно жалуются на то, что пока дети вокруг бегают, бизнес-то невозможно. А у вас все, значит, спать. Да, спать значит спать. Жив на три, жив. В 6 часов отбой значит отбой, да. Это очень интересно. Где могут люди узнать больше про то, как правильно спать? Ты очень долго изучал тему Черчилль и прочее. Я, наверное, не изучал как бы тему сна, это больше как бы интересовался людьми, которые как бы что-то достигли. И они все рекомендовали дневной сон. Я думаю, что очень часто проскакивает дневной сон. Учерчить это было очень четко, да, то есть, что обязательно нужно снуть, потому что ты получаешь в два утра, значит, то есть твои продукты нас убавятся. Я читал об этом, но я как-то не обращал на это внимания. Я знаю просто, я помню из советских времен, советских больших чиновников, и я видел эти кабинеты. У них всегда был второй кабинет, дверь, кровать, диван, туалет, душ. Я думаю, вот ты живешь же. Я, я тоже не понимал. У Рисса Евгеньевича Патона такое было в Киеве. Я даже видел так краем глаза, когда работал судье Патона. Я тогда подумал, хм, я не понял. У Рокеля тоже был в офис, когда был самый этот основной стандартовый. У меня тоже было. Помню, это у него всегда был дневная. Вот это неожиданная проблема. Вот этого точно я не ожидал. И как раз после того, как вы не выспались ночью, это очень тема. Но мы из-за того, что мы постоянно летаем, то у нас сон постоянно сбитый, расстроен. Я знаю, как-то сильно жияет на мозги, на соображения. Очень. Да. У меня, если ночью, например, бывает, что ночью или поздно не задержался, или как-то что-то делал, или плохо спал, или еще что-то, у тебя есть все равно возможность посреди дня как-бы все равно расцвет делать. То есть, ты можешь как-бы, не тридцать минут, поспать час, и ты потом уже вторая часть дня противно. Ты не гробишь целый день. Мне кажется, этот совет не на один миллион долларов. Это на миллион долларов. Хорошо, Слава. И все-таки еще. Ты говоришь, что то, чего не хватает предпринимателям на постсоветском пространстве, это масштаба. Что ты мог бы сказать конкретно человеку, чтобы он разрешил себя свой масштаб увеличивать и начинал выходить за рамки маленького этого пространства? Я помню, когда я начинал работать тренером коучем в 2007 году, я назывался сначала тренером успеха на номер один в Украине. Но этого титула мне хватило максимум месяца на два. Потом я назвал себя на русскоязычном пространстве и сразу понимаешь, что это весь мир и каждая страна, где есть хоть один человек, который разговаривает даже не на родном, на русском, но вообще понимает успеха. И многие люди не понимали мой подход. Может быть, ты сможешь донести до людей насколько важно и сейчас я все перебью. Я помню, когда я слушал интервью одного очень известного журналиста, который сказал, когда украинцы что-то создают или россияне, они думают всегда размерами одной страны. Когда американские предприниматели создают, они сразу думают масштабами всего мира. Как этот продукт, этот товар, эту услугу донести до всех семи миллиардов людей. Что ты мог бы сказать чтобы поддержать человека, который сейчас начинает или который уже 10-20 лет строит бизнес? Человек. У меня, наверное, самая большая цитата, где-то я услышал, как что поменяло подход к ценам, что чтобы ты не делал, ты на это тратишь 24 часа в сутки. Ты можешь тратить на вот такую кусок работы или на вот такую кусок работы. Чем больше ты можешь выпустить из-за рамки комфорта, тем лучше. И все равно потратить уже время. Человек, который занимается, я не знаю, уборкой офиса, он тратит твоих 12 часов на работу с комьютором и со всеми делами. Зукинберг те же 12 часов. И все, вся разница в таком масштабе. И все. Я помню результаты генерала Вести Кларка, бывшего генерала НАТО, Джек Кэнс, который постоянно цитирует. Не важно, какая ваша мечта, маленькая или большая. Энергия, которую мы тратим на то, чтобы мечтать, она одинаковая. Как для мечты большой, как и для мечты малой. Поэтому нужно себя разрешать. И причина, по которой ты переселился в Нью-Йорк, наверное, для того, чтобы составлять себя штабно. Я не знал, почему мы переселились в Нью-Йорк, но позже мы путешествовали много и в Нью-Йорке было всегда место, куда ты всегда хочешь прилететь на объект. Это был основной фактор. И когда мы начали жить здесь, я понял, что из-за того, что это мегаполис, тут очень много людей, очень много связей, из-за того, что очень быстро учишься и очень много энергии, много идей, все движется намного быстрее. Это есть феномен, что из-за интернета все говорили, что все будут работать дома, никто не будет ехать в большие города, потому что нет смысла, не может идти дома, а всегда. Мы так пробовали в селе сидеть под Киевом и поняли, что наоборот наш бизнес пошел серьезно вниз. Но люди все равно движутся в мегаполисе, потому что обучение как бы просто радиоэдукейшн, потому что когда ты с людьми стыкуешься, ты учишься большему, ты можешь коллаборейшн, люди куда-нибудь собираются, они намного продуктивнее. И большие города отдают эту продуктивность, буст продуктивности за счет связи и у них с тобой. И как бы у Нью-Йорка топ, топ в этом мире. Какой-то замес людей и по туристам, и по иммиграции, и по технологиям, и по тем сферам, которые здесь присутствуют. Вау. Итак, рекомендация от Славы Каушана. Первое, мыслите масштабно. Помните о том, что энергия на то, чтобы мыслить масштабно или мелко, она отразится одна и та же. Стыкуйте нестыкуемое на первый взгляд. И, конечно же, главное, днем спать. Когда у вас получается два утра, два продуктивных промежутка дня, и вы достигаете намного больше, что даже с четырьмя детьми вы способны легко справиться с семью. И это, Славина, одна из многих целей. Вау. Спасибо большое за то, что поделился. Совершенно неожиданный поворот. Я много слышал разных рекомендаций бизнесменов, но эти, которые я слышал сегодня, они очень неожиданные. И спасибо большое за то, что ж так. Вопросы хорошие. Спасибо. Рекомендации на вопросы. Спасибо, Слава. Спасибо. Спасибо вам. Рекомендации на вопросы.